Словно после апокалипсиса обычный дом со спящими в нем жителями в одно мгновение сравнялся с землей. А потом произошло маленькое чудо. Кадры со спасательной операцией 11-месячного Ванечки облетели весь мир. Этот младенец единственный, кому удалось выжить, находясь под многотонными завалами. Причины обрушения выясняются. Одна из версий – утечка бытового газа. Забайкальцев эти дни скорбят вместе со всей страной. Они посылают в Магнитогорск слова сочувствия и поддержки. По словам сотрудников МЧС, в Забайкальском крае такие инциденты случаются крайне редко и, к счастью, обходятся без жертв. Как показывает практика, в нашем крае гораздо большую опасность несут безобидные, на первый взгляд, отопительные печи. Самое главное – следить за исправностью печного отопления, в том числе за системой вентиляции. Категорически запрещено перекрывать клапана, как зачастую делают шахтовентиляции, закрывать различными приборами. И самое главное – это неисправность именно печения. Не забывать контролировать. Иногда просто оставляют кастрюли на огне, в результате чего, например, если вода выкипает, затухает огонь, и пройдет утечка газа. От любого нажатия, скажем, выключателя или чего-то любого электроприбора появляется искра и может произойти воспламенение. В 2019 году сотрудниками МЧС запланированы проверки многоквартирных домов. Будут исследованы состояние путей эвакуации, пожарной сигнализации, систем оповещения, дымоудаления, а также газового оборудования. К слову, некоторые мероприятия уже проводятся. С целью стабилизации обстановки с пожарами, личный состав главного управления пожарных частей, в том числе и в праздничные дни, проводят инструктажи с гражданами, в том числе и при проведении массовых мероприятий. То есть раздаются памятки, напоминается телефон пожарной охраны. А напоминать, как показывает практика, нужно, особенно в праздничные дни. Всего за два дня Нового года в крае произошло 23 пожара, 11 из них в Чите, 4 человека погибли. Причина стара, как мир, неосторожное обращение с огнем. Хочется обратиться к забайкальцам в новогодние праздники, соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе обратить внимание на состояние отопительных печей. Здесь категорически запрещено использовать неисправные электроприборы, а также бережно относиться к источникам огня. Категорически запрещено использовать самодельные электроогревательные приборы и постоянно контролировать особое внимание на детей. Нельзя оставлять детей одних, если топится отопительные печи, и оставлять их ответственными за данные приборы. Сотрудники МЧС сейчас работают без выходных. Задействован весь личный состав. Гулял Хасова, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ.